Доброе утро всем. 21 августа. Пригороды Бангкока. Селена, Тайланд. Вот такая кафешка. Я еще глаза плохо не открыл. Просыпаюсь. Кафе. Образум. Сейчас пойдем все выглянем. Закипа точка не только у нас ссунулась. А он сам не ловит. Все на одной заправке. Все удобно. Там павалет. Пойдем до Бангкока. Потом умолвился. Отключился без зубов. И дальше куда-нибудь поедем. Он там за кустами байк стоит. А он там за кустами. Он там за кустами. Он там за кустами. А он там было. Он там за кустами. Он там за кустами. На мунике. Продолжение следует... 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 То есть лично у меня никакого желания туда идти нет, может поищем что-нибудь поинтереснее, может будет что-нибудь поинтереснее. 27 августа 2016, Таиланд, ищем дальше интересные места. Говорит сходи туда, вот лестница куда-то на город ведет в негру, но это где-то не захоронение, так сказать, тут урны погребальные стоят, потому что с Антоном проезжали и заезжали тут, многих кремируют. И вот урны с прахом лежат, видно, вот в таких, даже не знаю как называются. Кругом собаки. Ну тут небольшие, они тоже тявкают. Вот опять на гору поднимаемся, вид потихоньку открывается, там была пещера. Храмовый комплекс на горе. Храмовый комплекс на горе. А вот тут все-таки дорога. Я, видимо, заехал с другой стороны. Можно было подняться на Борич. Ну, ничего страшного, прогуляемся. Обезьянки все внизу, у дороги кормятся. Люди их подкармливают. А тут в основном в храме родные собаки. А вот и дорога к сидячему золотому будде идет. А вот и дорога. Предыдущий храм был очень посещаемый. Было все прибрано ухожено. Здесь, видно, давно никто не подметал. Ухожено. Вот. Вот. Понятно, на какую-нибудь высоту пока забрали. Но еще лучше. Идем дальше. Такое ощущение. Все заросшее. Как будто пробираясь к какому-то ненайденному храму. Возьмем. Где-то в джунглях. Жарко. Солнце припекает. Ну и еще полчаса езды на байке. Водички до этого еще попить. И все будет отлично. Ну вот. Я говорю, видимо, сил монахов не всегда на это хватает. И заблевольных помощников не шибко много. Вот. И все. Вот сам Будда. Сейчас мы его обойдем. Покажем вообще вид. Вот. Ну. Высота небольшая. Не знаю. На мой взгляд метров 200 всего. Собаки чувствуют себя как хозяевами здесь. Людей. Скажу еще раз. Никого. Вот. Будда сидящий. Поднялся к храму. Я говорю, к Будде, точнее сказать, от храма. Вот. Примерно вон там подножье было. Я на байке туда подъезжал. Потом отъехал чуть в сторону. Другую. То я к нему не шел. Показано было. Наверное, навигатор поднялся к ней. Вот там еще одна гора. Видно вам будет. Думаю, хоть не идеально, но можно будет немного увидеть. Вон там еще башня. Следующая гора. Куда я навел. Город небольшой. Тут, честно сказать, получается их несколько городков. Мелкие. Одно и куча. Ну, город я даже не знаю, как называется. Примерно на этом. Потом, извините, на навигаторе посмотрю. Я либо в описании видео добавлю. Либо дополню, рассказываю, где это я снимаю. Ну, на этом нет. Пойдем еще вовнутрь зайдем. Я хотел. Ну, я говорю, кладка кирпичная какая-нибудь. Будда сам. Орнамент подковатый уже. Я говорю, не посещается абсолютно никем. На этом, друзья, пока в этом видео все. До новых встреч. Скажу, город Петчебури. Вот такой вот нашел храм. Очень мало посещаемый, видимо. В основном здесь одни монахи. Но внизу там что-то строят. Типа гостиницы, не гостиницы. Видно, возможно, развивать это хотят. Ну, в общем, город Петчебурь, если я правильно произношу тайские названия. Которое написано на английском. То вот, будет у кого будет интерес, можете съездить. Посмотрите от Бангкока недалеко. Дело в 100 километрах. Так что, будет желание, съездите, посмотрите. Ну, дело любителя, конечно. Тут уже ничего не могу об этом сказать. Говорю, у кого будет желание, можете посетить. До новых встреч. Удачи всем. Приятного путешествия. Вот, наткнулся, катался, смотрю. По навигатору обозначено, это, пещера, извиняюсь, выскочила с головы. Заехал, это, оказалось, монастырь. Можно и вниз спускаться, собаки. Вот, тут какие-то живут. Вот. 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 Такой бед. Вот. Такой бед. зал. Вот. Вот. Извините за качество. Снимаю на телефон. Вот. Вот такой зал. Вот. Интересный грот. Вот. Лежащий Бубго. Ну, видимо, храм непосещаемый. Кругом ходы. Ага. Кругом ходы. Ну, там выход, наверное. Еще выйдем. Ну да, оказалось, пещера. Пещера храмовая. Пещера храмовая. Ну да, пещера храмовая. Вот летучие мыши летают, вон они, они спят, вон стайка, вон они, вон стайка летучих и шеи, мы шуметь не будем, иначе мы их разберем. Ступени вырублены, но залитые бетоном, чтобы не разрушались. С воды-то кидают. Да, атмосфера, конечно, умиротворения, но тишина и покой. Ну, я не спелеолог, не разбираюсь в пещерах, но она, по-моему, не вырубленная, естественно. Ну, вроде не заблудился, выход назад нашел. То есть, высокому я не среднего роста, метр семьдесят, почти прохожу везде. Ну, вот, высокому человеку тут кое-где придется нагибаться. Просто так не пройдешь. Кстати, в другом видео снято там, кругом, при монастырях леса, вокруг монастырей, везде живут обезьяны. Интересно, конечно. Вот. Ну, в другом видео. Так. Боже, вон. спускался от храма обнаружил обезьянку сидящую на моем скутере ну естественно она что-то нашла для себя интересное спела у меня спрей от комарок и сейчас сидит обдирает бумагой пытается до него добраться вкусно там или вкусно зараза не хочет отдавать он же вонючий ух пакость на бумагу ягод погребился ну че сделать спрей раскрывала почти придется мне новую пакать вот такое вот тут так что рюкзаки свои все застегивайте плотнее кто будет не следите без присмотра не оставляйте а то до чего-нибудь у вас доберутся обязательно я говорю обезьянки тут кругом в храмах не знаю а то есть они